Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш. Что-то давно у нас с вами не было подборки фраз и идиом. Они нужны нам для того, чтобы выразить какие-то эмоции, отреагировать на что-то так, чтобы это звучало как у носителей. Или лучше понимать тех, для кого английский родной язык. Сегодня рассмотрим 13 фраз, которые можно использовать или услышать в повседневном разговоре. Итак, начинаем. Фраза номер один. Дословно переводится как сделать большой всплеск в воде. Фигурально выражаясь, привлечь много внимания к себе, вызвать сильную реакцию. Может быть даже, произвести фурор. Ты знаешь, та твоя ремарка на собрании о том, что у босса отношение с Сарой произвела фурор, теперь все об этом говорят. Фраза номер два. Мы по-русски говорим, чтобы перестраховаться. Я уверена, что они принимают карты, но я принесу наличные, чтобы перестраховаться. Фраза номер три. Буквально уйти вниз по водостоку. Спустить в канализацию, слить в унитаз, потратить, сделать зря. Он спустил все выигранные в лотерею деньги, потратив их на тачки и вечеринки. Очень британское выражение, потому что дословно оно про дождь, но на самом деле дождь больше не обязательное условие. Это выражение значит, что вы уже договорились о встрече и человек передумал, говорит, блин, сорян, давай не в этот раз, давай перенесем. Имеется в виду как раз, что ты переносишь, а не просто отменяешь. Прости, я знаю, что мы договорились сходить выпить сегодня, но мне придется отменить, мне надо поработать сегодня вечером. Имеет два значения. Негативное – это воспользоваться кем-то или чем-то в свою пользу. Если ты слишком доверчивый, другие люди будут тебя использовать. Это выражение не всегда значит негатив, потому что можно извлечь преимущество, использовать возможность. Возможно, мы можем извлечь преимущество из этой ситуации. Устремиться к, пойти прямо к, напролом, к чему-то или кому-то. Он сразу же прямиком ушел на кухню. На вечеринках он сразу идет к самой красивой девушке в комнате. Это вылетать из головы. Простите, но у меня вылетело из головы, не могу вспомнить ее адрес. Мягко выражаясь, мы говорим. Мягко выражаясь, я ненавижу этого чела. Страшно подумать, что же будет, если не выражаться мягко в этом случае. Дословно переводится, как выглядеть живым, взбодриться, или как мы по-русски говорим, не умирай, шевелись. Мы почти сделали это, не умирай, давай еще, мы должны выиграть. Мы затаились на какое-то время, пока наши соседи не забыли о шумной вечеринке, которую мы устроили. Не выбрасывай это, оно может пригодиться. Тот случай, когда те языковые курсы, которые ты проходил, пригодились. Эквивалент нашего «я рядом, я с тобой». Ты моя лучшая подруга, я всегда с тобой, вне зависимости от того, что происходит. Или еще можешь сказать, я всегда на твоей стороне. Не могу поверить, что она отменила свадьбу прямо накануне. Отзовите свою собаку, пожалуйста. Из контекста обычно понятно, что имеется в виду. Теперь у вас есть 13 новых выражений. Я предлагаю вам придумать свои примеры, которые вы бы действительно использовали в разговоре. Пишите их здесь, в комментариях. На сегодня это все. И до встречи в Puzzle English. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok